блин какая поклевка ху-ху круговская мощная привет меня зовут антон это мой видеоблог пришло то самое время когда я решил что пора бы половить окуня с воды сейчас соберем накачаем лодку но доедем сначала и я вам расскажу где мы и зачем теперь позвольте объясниться как это так вышло если вы давно со мной то вы знаете что у меня был фиш каяк для подобных у тех от time trial но изрядно намучившись короче с фиш каяком я решил его продать и купить обычную пвх-шку грибнушку с нднд почему так но фиш каяка я могу лишь один плюс назвать он очень быстро идет под веслами все он очень узкий на нем нельзя встать но извиняюсь если далеко от берега и хочется поссать то это невозможно тебе приходится к берегу подходить либо покупай там что-то за какие-то там большие деньги надувное дно туда вот в общем я его продал купил вот эту грибнушку и тут вдвоем можно усесться с маринкой там например со славой точно потонем если сядет вот озеро чего я сегодня хочу проверить в умные книжки из новосибирского аграрного университета которые нам подарили описано что в озерах которые вокруг новосибирска есть две группы окуня прибрежный маленький и русловые мамки хочу найти на этом озере глубины здесь есть русло какое-то такое в общем будем искать окуня поможет нам в поиске мой зимний эхолот ну чисто так понять какая здесь глубина и да собственно надо найти бровку где-то есть русло потому что это овраг затопленный найдем вот это вот русло затопленное будем работать от бровок ну если они устану вообще эхолот говорит что под нами два с половиной метра сейчас и какое-то огромное количество целей но по дну видно что шляется окунь надо попробовать надо попробовать здесь половить посмотреть вот это что такое я пока не очень понимаю стоим крепко развернула на якоре по ветру поэтому болтания нет но по дну окунь ходит это факт для подобных мини лодочных у тех ничего лучше чем 606 карбонсолид у меня нет потому что он камелистый им если что можно рыбу насильственно из пучины достать поставил я 3 грамма фишаповский силикон стела 22 шнур сальти брейв 01 п.е. 3 грамма с лодки под углом даже на такой глубине должно вообще все казарно очень быть я хочу вам туда где коровы шляпс мне кажется там самые такие непаханные просторы поклевка сразу прикол мелкий окунь сейчас три заброса если здесь стоит мелкий окунь то все сматываем снимаемся с якоря и идем на нашей шхуни вон туда зачем я так далеко кидаю я живу лодки можно было его прямо в любом здесь понять ну мелкий парень я рассчитывал на что-то больше как бы для берегового он вообще нормас отдай для нашего хэви джиггинга с лодки хочется чего-то побогаче пух появился и вовый недалеко кидать буду специально начинает на шнур налипать значит скоро время ловли на эстеры потому что эстеры не так сильно все это говно собирают такое ощущение что там сильно глубже чем 20 метров если честно между тащить не может ними не может я стою на месте прям здесь тоже не крупный короче 3 заброс делать не будем сразу же отправимся вот туда за деревья там еще и штилек не так сильно ветрено о еще малявка три с половиной метра там подальше ну смысле куда глубже вот так вот туда глубина уходит вот туда попробуем чего у нас тут есть ну и холод не очень надежно закреплен на самом деле это не слудки не слунки сидеть но в целом хотя бы глубина чё-то какие-то там первенние возле дна есть у него что мы какие-то настройки подле то есть сейчас его поковыряю ковырялся в эхолоте перенастроил в лето но он отчетливо рисует рыбу пасущуюся возле самого дна в принципе эмпирически мы это можем подтвердить тем что окуни у нас клевали сама на посмотрим что у нас там неужели он тут по всей акватории одинаковые и одинаково клюет что если так то можно вообще забить на это озеро что он там творил и ловить здесь только с берега что какой смысл выходить на воду если тут в русле точно такие же пузырьки сидят где-то здесь были вообще прям большие глубины порядка 6 7 метров со льда я мерил несколько лет назад здесь ребята тренировали блесну зимнюю я с ними с мормышкой ездил для того чтобы понять окончательно что зимняя блесная в наших широтах от полная херня и мормышка все это дело уигрывает вот я короче проверял на где-то вот там были чуть позже мы туда метнемся кабаном чё у нас там вообще можно вес побольше 3 грамм ставить ну нужно ли что угол с лодки такой позволяющий это делать подача вообще конечно кайф тоже не крупный удар был мощный но то что окунь не крупной палочкой прям сильно чувствуется ладно сейчас дальше погребем можно еще конечно сейчас крупняк поискать там есть большие такие мели большие мели до этих милей пешком дайте с берега дьму крупнее с берега короче не получалось дойти до этих милей а вот с лодки можно будет там полгорать можно и один грамм поставить далеко все равно кидать не нужно будет что у нас в той степи а там прям глубоко все значит туда пойдем пойдем туда будем там бровь искать кто-то подсаживался решил я ящик вперед поставить чтобы можно было полноценно назад откинуться ту грести неудобно короче тут у нас 3,5 метра тоже но все надо проверять сначала попробуем в сторону купающихся а потом попробуем в берег покидаться посмотреть что из этого получится все еще не падает упала поклевка мелкий ай ветер кружит ну как мелкий для озера то в принципе озер на это средний размер у нас к сожалению не томские ебеня у нас тут нету таких озер где окуня по килограмму да даже по 400 грамм таких озер нету к сожалению они когда-то были но все запуталось в ячейках сетей больше нету реально не хватает какого-то платника с адекватным окунем я думаю там бы просто банк бы сорвали открыв такое пробуем в берег кинуть но не может быть что здесь три с половиной метра это максимальная глубина я прям уверен что зимой я находил здесь значительно более глубокие участки ого тоже ближе к лодке все-таки доел нервные все значит это что за самозахват лодки перестань пошел метров 30 ничего по глубине не изменилось тут вообще не обловленные места вдоль вот этих деревьев там с берега практически невозможно подойти а когда становится возможно подойти там такое количество травы что невозможно ловить вот там вот по моему должен быть гипермеляк туда сходим тоже посмотрим будем всякое пробовать раз уж наши рыбу поисковые возможности сегодня ограниченные лишь грозой которую сегодня к вечеру обещали и больше я так рисковать не буду поэтому в дождик не полоем почти уже под самой лодкой от берега никто слетел от берега даже никто не пытался любопытно вообще сейчас такое время года что окунь как раз должен перед берегом весь быть потому что он совсем недавно от нерестился он там должен точки свои охранять второй тип окуня должен эти точки объедать должен быть какой-то береговой ажиотаж но нифига я он там своего первого в жизни карася поймал несколько лет назад это было тоже надо будет сходить и на это был июль было большое количество мошки и красит такой активный на джиг был вам еще один прикольный момент на всех точках кроме последней и останавливался я якорем поднимал траус 1 а тут прям лысенько и чистенько какой-то кайф есть в том чтобы на озерах с воды может быть если бы у меня был какой-нибудь мотор и лодка странца я бы скорее всего с присущей себе поехавшись купил какой-нибудь лютый хоминберг с боковыми лучами я бы тут вообще все рельефы срисовывал кстати наверное в принципе прикольный прикольная идея как проект порисовать озера для того чтобы с берега можно было быстро ориентироваться по всяким микро и макро рельефам чуть весу от меня не свалило меньше 3 1 здесь и что и что у нас тут на поклевки пошли сразу же с падения но так как меня пока еще крутит ветерком нет все таки съел но он активнейшим образом мазал короче я слышал байку что вот с пляжа на полном выбросе клюет охереть какого размера окунь но что-то мне кажется что это байка либо его здесь все-таки подвыбили крупного окуня ну потому что я сам здесь крупного окуня ловил здесь был год когда он почему-то по непонятной причине на берег вышел близко к берегу такие пулеметные раздачи были таких прекрасных окуней но это вот один сезон последующий сезон он резко исчез может быть конечно его весь по коптилкам распределили как вы можете понять по количеству отдыхающих людей на берегу место очень популярны чё так кружит прям сильно может быть более классическая нежели фиолетовая танта правда размерчик большеватый да и в принципе пойдет я думаю если кто там падает то так долго будто бы там значительно больше чем три метра три с половиной кстати три с половиной то для озера тоже наверное неплохой результат ты сидишь еще или ты слетел не могу понять неужели там какой-то детский сад я слетел не небольшой пойдем дальше как я далеко закинул на слетел какие-то зимой были галлюцинации потому что я не могу вообще в упор найти место это супер глубокая где где я на лунке сидел здесь три метра помельче до целостала ну вот там обрывистый такой берег может быть в той стороне еще имеет смысл полазить что-то поискать вот она ну и до меляка в принципе до большого до обширного не так далеко осталось ну и кто тут у нас мерные все все мерные чушь стало то с крупным окунем куда же он делся будем приманить рейнсовским слагом такой озерный универсальчик очень хорош в дальнем забросе стоило мне наверное водку в эту на лавку прикупить какой-нибудь мягкой сиденице это конечно в отличие от фиш каяка просто жирный минус потому что у фиш каяка вот эта сидушка надувная это просто что-то с чем-то очень комфортабельно догнал ну вытаскиваем этого паренька и пойдемте дальше искать кого-нибудь пока что по размеру я будто бы одного и того же окуня ловлю все время он также 3 метра просто чтобы держать вас в курсе но здесь видно траву почему-то подо мной ну что я конечно сорвало но вряд ли как будто бы растет бывает вообще к этот на днище трава трехметровая не уцениваюсь а ну вот там справа конечно очень мелко прям значительно мельче 3 грамма не подрывается я туда кинул березка может тут пуп какой-нибудь есть но только сейчас какая-то ступенька начал получаться какая-никакая слева от меня должна быть глубина что я там с берега ловил там очевидная какая-то ямка была клевка прямо возле лодки вот потащил потащил вот какая история у нас подожди до тебя очередь дойдет маленький какой сам маленький за сегодня на этом велике нашелся интересно ну а чё у нас там по моему прям с падение было касание там глубина вот и окунь видимо которое с падения лупил но за мной сейчас а сейчас миляк вот так вот то есть там вот есть какое-то но может быть река оттуда выходила и вот там как раз русло помыто а тут миляк прикол ладно а что же правой стороне не сильно ударил но он прям большие намерения доесть имел так ну в этой части озера мы получили уменьшение размеров окуня вот такая вот фигня то есть там уж еще у нас не все так плохо было то судя по всему я ничего не понимаю если честно что ж тут с рыбиной то стало и почему так все происходит где крупный то он там миляк там прям мелко мелко ну в сторону дамбы еще сходим за пляж посмотрим что там может там что-то наковыряется но надо отметить что он здесь злющий просто до одули смоленка этим и славилась все года что здесь окунь он прям даже в самое в самое пекло когда на других водоемах окунь становится овощным здесь он прям дурачок и и вот это тут не поменялось влетает как ой там за ним еще один окунь шел влетает как молоденький судак с таким же ударом мощным туда дадим ветер усиливается я надеюсь не в ближайшее время сюда грозу то принесет чуть-чуть еще противоположному берегу сместился все таки пытаюсь я короче в каком-то милики найти рыб но вот странно все на глубине может быть потому что жарко но как бы они не листились травы на дне не особо только в одной точке я нашел я вот что понял что я вообще перестаю что-то понимать если раньше получалось строить какие-то ровные теории которые нет нет да подтверждались либо опровергали сейчас ручка это чертовщина на этих озерах происходит там где рыбы не было она появилась в диком количестве причем крупные там где всегда была она исчезла какого-то черта болевина хорошо было но уже тоже недалеко то есть не на милике на свале как раз получается на бровке ну подачи просто мое почтение да успокойся ты все ты в миссию выполнил 4 с половиной метра я таки нашел углубление здесь прям на днище ничего и холодный рисует но в середине воды что-то стоит сейчас мы это что-то будем ловить интересно даже что это за рыба в середине воды у нас тут хотя бывает что окунь на большой глубине под поверхностью воды частенько стоит что он клюет сразу же с приводнение приманки ой да тут вообще можно граммов 5 кидать наверно что-то я искал русло там она по ходу вот тут все в сторону дамбы все равно здесь по дну кто-то кто-то ходит надо было зимнюю удочку взять сейчас бы по флешеру вообще моментально поняли кто это из рыбов такой вроде к месту то если все-таки бахнуть 6 грамм это уже максимальный болен запутался чертой матери уже максимальный верх этого удилища ну и на нитке 0 1 конечно это тоже ну и аккуратненько никто и не заметить просто может быть так что из-за большой глубины там 3 грамма пролетает над этой рыбиной она там чуть-чуть придавленная стоит и ей как бы не до этого ну вот 6 грамм вот только сейчас упала 100 ступенечка такая четкая получается уже даже дети плачут на берегу из-за того что тут ничего не клюет плещется же дрянь а смотрите-ка все-таки тактика сработала 6 значит 3 кидал вообще ноль просто зеро вот этот длинный какой-то окуль все ты все сказал что хотел знаю может вы мне объясните а в чем прикол на вот этой вот бензопиле здесь кататься же там даже друг друга не слышат скорее всего когда сидят просто очень просто очень громко попердеть на водоеме уж на веслах бы тогда отдыхали или это типа лишь бы не пешком зато не пешком так хорошая мощная подача сейчас там рейнс аджи рингер он конечно парень такой такая замена боби рокфиш в моем арсенале потому что он получше даже чем боби рокфиш ловит но такая же полуторадюймовая приманка с безумной игрой всегда провоцирует окушков и не только а я вот еще знаете что заметил ни одного фидериста нет вообще ни одного хотя раньше здесь любили люди на фидер ловить карася а сейчас что-то вообще никого нет может я что-то пропустил может это озеро спустить успели или какая-то здесь глобальная такая катастрофа произошла экологическая что все так поменялось так ну теперь я хочу еще влево туда где речка впадает в это озерцо там не речка там ручей просто посмотреть что там блин какая поклевка хуху круговская мощная близко прям на коротке я только расслабился хотел на баллон пересесть это уже жопа затекла на деревянной сидушки а он так лупца ну лихо прикол о наконец-то заглохла давайте там чуть-чуть посмотрим да что ж такое можно ли безопасно сесть на баллон можно простить им их размер за вот эти поклевки удалые это вообще очень очень прикольно особенно когда это на коротке где-то близко возле лодки происходит так я его сильно вымотал ну мерные ведь все вот серьезно вот они все как будто бы погодки как будто бы здесь все в озере умерло но осталась какая-то икра с одного года и короче вот они все вместе растут один только помельче был на крупнее собственно никого и не было в этом и странность так какие то касания были на самом дне как будто бы кто-то подхалывал приманку но дальше этого дела не пошло вот он продолжает это делать наверно совсем мелкий просто раздраконил развел на поклевку да действительно не крупный окунь что же так выматываю это сильно блин с падение прям подсаживался не рвалка какая-то да ёб твою мать успокойся ты атака клонов будто бы одна и та же рыба преследует на всем водоеме и постоянно клевает но это лучше чем не клювает совсем на самом то деле особенно когда ты заморочился лодку при таракане у сюда они с одной точки клюют в сторону берега там какой-то типа не пупа чуть-чуть возвышения есть все они по ходу возле этого возвышения и стоят тоже малявка тоже наверно самый маленький станет был один еще поменьше давайте еще вон там и и чё-то мне уже 1 надоедать все это начинает надо еще куда-нибудь съездить но уже без лодки ну поклевки день каких-то злобных поклевок от малюсенького окушка вообще с мормушкой надо врываться на лодке здесь занимать какой-нибудь затяжок и ждать прихода карася ну если карась здесь конечно же остался ну блин ты еще сожрал в глубину да в и и и и и и и и поклевка то было как у полки ложки судака но видимо их тут просто настолько большое количество что невообразимая пищевая конкуренция у этого окуна отсюда и вот эти вот мега злые поклевины и 100 побалдеть форелевую пупу хочу попробовать покидать интересно я на нее еще окуня не ловил вообще все собирался собирался но как-то руки не доходили пупа в отсутствие форели и по окуню большой молодец в этом году кстати с форелью вообще тотальный пролет произошел у нас здесь один из платник изумрудный но владелец что-то шибко страдает в куда умеем и вот представьте себе он форелевый пруд щуку запустил туда никто ездить естественно не стал со своими дорогими блесенками вольфрамовыми головками и всякими такими приколами вот чего вообще вот человек наделал непонятно что-то мне подсказывает что нет особого ажиотажа на щучий платник в искитиме еще один любитель пупы прямо из-под лодки как они жадно то ее посмотрите они прям съедают целиком у этой приманки на легкой огрузки на джиг головках форелевых прикол такой что она на падении как блесна вот так вот сыпаться начинает у нее вот такая форма эксклюзивная но она и на джиг ой господи на классическом джиге окуням он расслабиться не дает ну короче с одной стороны можно констатировать что наша экспедиция в поисках руслового окуня потерпела фиаско ну действительно более-менее такая крупная рыба с этого озера она куда-то делась потому что так и так хоть кто-то был бы в числе наших трофеев но они все одинаковые не все просто абсолютно одного размера не знаю что произошло хотя с другой стороны ну вот он клюет каждый заброс и это тоже ведь своего рода кайф то есть на это озеро можно выпрыгивать на часок вечером и до усерва обловиться неделю вообще не думайте рыбалки ненавижу собирать лодку это вот единственное что меня останавливает короче от частых рыбалок вот так с воды вот это оригами с нее лепить чтобы запихать назад в чехол это просто коли кошмар поэтому не буду обещать что мы в этом сезоне еще на надувной пвх-шки выскочим куда-нибудь ну если звезды сойдутся короче куда нибудь съездим такие дела все всем пока гонки с чайкой